Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Мищенко, и сегодня я буду проводить вебинар, на котором расскажу про среду Learning Apps. Очень рад вас видеть, надеюсь к нам еще присоединяться. О чем сегодня у нас пойдет речь? Прежде чем я пойду дальше, если у вас будут возникать вопросы, вы всегда можете их написать в чате, и я постараюсь на них ответить. Также в чат я буду выставлять ссылки, если они появятся, которыми вы сможете в дальнейшем воспользоваться. О чем мы сегодня поговорим, то есть я расскажу вам о возможностях Learning Apps, то есть рассмотрим все упражнения, которые нам позволяет Learning Apps, какие типы там можно создать. Создадим одно упражнение, чтобы иметь представление, как это все работает. Также посмотрим, как можно использовать другие приложения, и посмотрим, как можно работать в Learning Apps с учениками, то есть как можно использовать классы. Также в пределах всего вебинара мы посмотрим примеры других коллег, также покажу работы, которые используют наши учителя. Ну, давайте начнем. То есть Learning Apps. То есть Learning Apps, во-первых, его можно использовать на многих языках, в том числе и на русском. Абсолютно бесплатная среда. И как они себя позиционируют, то есть основная идея в том, что если у вас есть какая-то мысль, какая-то идея провести какое-то упражнение, то вы выбираете шаблон, вводите в него какую-то информацию, данные, сохраняете его и делитесь с другими. И здесь есть две возможности. То есть вы можете создавать свои упражнения, или выбирать чужие упражнения, или их использовать, или их изменять под себя. То есть Learning Apps абсолютно открытая система, и вы можете использовать любые приложения, созданные здесь. И для того, чтобы использовать приложение, даже не требуется регистрация. Если вы хотите создать свое приложение, или изменить уже созданное, и сохранить его к себе, тогда вам надо будет зарегистрироваться. И, в принципе, регистрация там несложная. И сейчас мы перейдем уже непосредственно к среде Learning Apps, чтобы уже начать работать там. Поэтому можете пройти по ссылочке. И. И здесь идет, тогда, можно сразу выбрать язык, русский, да. И. Ну, начнем с того, что рассмотрим, какие типы упражнений вообще можно создавать. То есть здесь у вас два варианта есть. Вы можете выбирать все упражнения, которые уже созданы. Или создавать новое упражнение. И мы посмотрим, как создаются новые упражнения. То есть, вначале рассмотрим, какие вообще варианты упражнений здесь есть у нас. То есть здесь огромный список. Если так прокрутить. Довольно большой. И. Сейчас каждое по очереди мы и рассмотрим. Первое упражнение называется у нас «Найди пару». То есть здесь вы... Можно будет искать пары. Также вы можете оттуда сразу перейти ко всем упражнениям, созданным данным шаблоном. То есть пары, это имеется в виду... У вас есть там выбор. То есть вы когда собираете, то есть у вас есть две возможности. Вы можете просто собрать пары и потом проверить правильный лет или нет. Или второй вариант есть, что правильные пары исчезают. Это все делается в настройках. Ну, например. Можно разделить. Соединяете. То есть Learning Caps позволяет добавлять все мультимедийные объекты. То есть это могут быть и видеоролики, и картинки, и звуки тоже. И тогда, если вы когда все прошли, нажимаем кнопку «Проверить». Ну вот, здесь один вариант правильный, в зеленом, в другой неправильный. То есть это собирать пары. Следующий вариант идет классификация. Здесь имеется в виду, что вы создаете разные группы, куда вы должны будете разместить объекты. То есть в данном случае здесь у нас, как пример, приведено фрукты и овощи. Да, и нам будут даваться разные объекты, и мы должны будем их перетаскивать, что это фрукты или овощи. Ну, пусть будет так, допустим. И опять же, если проверить, то нам выдадут правильное сообщение и линию. Следующим идет хронологическая линейка. Здесь вы можете выставлять объекты в хронологическом порядке. И работает так, что вы просто подтягиваете к линейке, и потом уже внизу вы можете или ее перетаскивать, как вам удобно, или здесь под картинкой, под текстом. Это уже как будет создано. Вы выбираете, в каком порядке должно быть, да они должны стоять, в каком хронологическом порядке они должны стоять. Следующий – это простой порядок. Можно выбрать, в каком порядке, ну, например, вот это приложение. То есть, тогда вы просто перетаскиваете и выставляете, в каком порядке надо выполнять эти действия. То есть, допустим, так. И он сам выставляет вам тот порядок, который вам подходит. Проверяем. Все эти всплывающие окна, которые мы с вами видим, все это вы настраиваете, когда будете создавать приложение. Следующий – ввод текста. Здесь имеется в виду, что под объектами, то есть, под картинками, например, вы можете добавлять тексты, да, то есть, пояснения. То есть, в данном случае, я так понимаю, это ребусы. Иногда бывают картинки, например, связанные с языком, и тогда вы здесь указываете, да, то есть, пишет сюда пояснение. И опять же, идет проверка, то есть, вы должны указать правильные ответы. Это все мы посмотрим чуть позже. Следующее упражнение называется «Сортировка картинок». Здесь вам предлагается таким образом, что дается одна большая картинка, и вы на ней выбираете ответы. То есть, нажимаем на вот такие, как булавки, и здесь надо выбрать правильный ответ. И так для каждого. То есть, это должна быть одна большая картинка, например, карта с места, с достопримечательностями, например. И там вы указываете те места, которые надо будет обозначить. Ну, и потом опять же проверку. Следующий вариант – это идет викторина с выбором правильного ответа. То есть, это классический вариант викторины, куда можно добавлять как картинки, так и видео, и звуковой ряд можно добавить, то есть, разного рода звуки, ну, так и текст. То есть, есть вопросы, варианты ответов. Также тут есть вариант, что вы можете задавать, что он сразу пишет вам правильный или неправильный ответ. Также есть вариант, что вы можете узнать сразу правильный ответ, или он может написать правильный ответ, или нет. Все это делается в настройках. Следующий вариант – это заполнить пропуски. То есть, это имеется в виду, что вы… берется готовый текст, и туда вставляются те слова, из того списка, который вы предлагаете. То есть, это те слова, которые вы указали, что должны быть в этом тексте. Первая группа упражнений, ну, я назвал это такие готовые упражнения, которые можно сразу использовать, да. Следующая группа, она более такая, не то чтобы сложная, но она немножко отличается, наверное, от таких стандартных упражнений, что ли. Первый вариант называется «Сетка приложений». Его вы можете использовать как… то есть, сюда вы ставите ссылку на другие приложения. То есть, для этого у вас должны быть приложения сохранены. То есть, вы как зарегистрированы пользователи, когда зайдете, вы сохраняете все приложения. И тогда здесь вы как такой, я не знаю, ну, не сайт с приложениями, то есть, да удобнее, наверное, будет, как детям предлагаются в одном месте сразу все приложения. То есть, когда мы нажимаем, открывается какое-то приложение, которое надо решить. Потом я могу назад вернуться, взять другое приложение и его прорешать. Следующее упражнение – это аудио или видеоконтент. Здесь предлагается вам… Есть возможность просто запускать видео и на примере видео после просмотра выполнять какие-то задания. Здесь имеется в виду задание, что не в Learning Apps отдельно. Есть игра «Кто хочет стать миллионером». Классический вариант, который вы можете сами создать. Можно сыграть пазл. И с пазлом идет таким образом, что вы можете задавать несколько групп, то есть, надо смотреть по закладкам. То есть, сейчас я отвечаю на вопросы, связанные с географической широтой, так как она активная. Внизу – географическая долгота. Тогда я нажимаю на нее и буду отвечать на вопросы, связанные с ней. И когда я буду отвечать правильно, тогда будет открываться пазл. Следующий вариант – это идет кроссворд. Также, когда вы будете создавать кроссворд, то вы задаете просто, как обычно создается кроссворд, вопросы и ответ, и он сам уже распределит все по диагонали или по вертикали. Следующий вариант – это «Найди на карте». Здесь используются Google карты, и вы по названиям мест можете задавать задания. То есть, например, нажимаем на задание, здесь надо выбрать связанное изображение с этим заданием. Если я выбрал, то она отмечается серой. Могу поменять тоже, если я передумал, например. И потом идет проверка. Есть задание «Слова из букв». Здесь есть вариант, чтобы было легче задавать справа список тех слов, которые надо искать. Можно этот список убрать. Поиск слов идет, отмечается, надо обвести эти слова. Например, «Мелодия». Обводим, и он отмечает, что я нашел его. Также можно задавать здесь, если возможность, по диагонали. Это отдельная команда будет у нас. Следующий вариант – это «Где находится». И это один из тех вариантов, который позволяет проводить игру с несколькими людьми. Здесь вы можете выбирать, вы будете играть в одиночку с компьютером, и тогда баллы будут считаться между вами и компьютером. Или можно играть с кем-то еще, и тогда они должны параллельно с вами зайти. И тогда будет такой соревновательный момент. И здесь... Вот этот вариант. То есть, задается вопрос, я должен выбрать правильный ответ. Ну, например, я даже вопрос не прочитал, и подтверждаю. И здесь считается, сколько баллов заработал я, игрок, и сколько баллов компьютер заработал. Также будет считаться, если вы с кем-то другим будете играть. Следующий вариант – это «Виселица». здесь классическая «Виселица». То есть, задается какое-то слово, которое надо угадать. если угадываю неправильно, рисуется «Виселица». Упражнение «Скачки» оно чем-то напоминает, наверное, как викторина с правильным ответом, но немножко отличается тем, что, опять же, можно выбрать, как вы будете играть, один или с друзьями. И тогда здесь задается вопрос вам и варианты ответов. «Виселица». И потом, зависит от того, сколько человек играет, показывается, кто идет впереди, а кто отстает. Ну вот, видно, что я отставать начал. Игра парочки – это «Собирать пары». Опять же, могут быть пары как текст, так и картинки. И там вы можете задавать такой вариант, что они будут исчезать, или будут такими бледными. Тоже все в настройках делается. И последнее упражнение, которое… То есть, упражнение имеется в виду «Лоунинг Капс» – это те упражнения, которые можно… Ну, ученики получают обратную связь как в виде результата, да, то есть, сколько баллов они заработали. В этом это значит упражнение. И последнее упражнение, оно… Тоже задается вопрос, и вы должны сюда ввести ответ. В данном примере здесь изображение не работает. И так же считается, можно настроить при создании упражнения, да, сколько баллов каждый вопрос дает вам, например. И все это будет в настройках у нас. И последняя группа – это инструменты. Это уже дополнительные инструменты, которые вам позволяют создавать «Лоунинг Капс». То есть, например, здесь есть голосование. То есть, можно провести голосование. Ну, тут я вам показать… То есть, задается вопрос, вы отдаете голос, и потом видно, кто как проголосовал. То есть, это как Google форума можно назвать, да, то есть, это как сбор информации. Можно создать чат. То есть, вы можете создать такой, как форум, и тогда каждый будет вводить свое имя, и будет такое небольшое общение. То есть, такой внутренний форум для какой-нибудь групповой работы, например, можно создать. Можно создать календарь. То есть, вы создаете дни недели, время указываете какое, и тогда можно будет сюда вводить данные. Можно создать блокнот. То есть, блокнотом тоже вы создаете, куда можно будет носить какие-то заметки. И… Ну, да, заметки только мы носим. И последняя доска объявлений, это если кто-то использовал такую среду, как Publet, то это похоже, это как-то такая виртуальная доска. И скажу вам так, что Publet удобнее и надежнее. То есть, здесь, может быть, и все красиво, но иногда он начинает тормозить и в Learning Caps, именно, да, вот эта доска объявлений, да, и довольно долго приходится ждать, пока появится новое сообщение. Не всегда срабатывает. То есть, это те упражнения, инструменты, которые вы можете использовать в Learning Caps. Теперь, давайте попробуем создать как-нибудь. Для этого надо зайти в Learning Caps. То есть, я нажимаю «Вход». И когда вы будете регистрироваться в Learning Caps, сразу вам подсказываю, даю совет, что Learning Caps, он поддерживает любой язык, даже кириллиц, то есть, на русском языке. И он даже поддерживает в имени пользователя пробелы. Но не советую. То есть, лучше использовать классический вариант, да, то есть, без пробелов, латиница, да, потом проще искать. Потому что у нас был такой случай у одной коллеги, что она сделала с пробелом, и потом она найти, ну, как, по пользователю ее найти очень сложно. Потому что не знаешь, там, где пробел ставить и так далее. Поэтому все-таки лучше использовать классический вариант. Ну вот. И сейчас тогда мы с вами рассмотрим первый вариант работы с Learning Caps, это как создание своего приложения вот с нуля, чтобы понять структуру. и сделаем, ну, возьмем, например, ну, найти пару. То есть, тогда я выбираю новое упражнение, нажимаю найти пару, здесь нажимаю создать новое приложение, и вот тот шаблон, который я должен заполнять. Данный шаблон, он меняется в зависимости от от упражнения. Но сама идея остается такой. Что мы здесь выбираем? То есть, во-первых, даем название, название упражнения, название задания, например, устройства компьютера. Постановка задачи это то сообщение, которое будет выскакивать, когда будет запускать ваше упражнение. То есть, когда я вам показывал, в начале каждого упражнения появлялось то окошко. Да, вот это и есть постановка задачи. сюда мы указываем ну, как небольшое руководство к упражнению, например. Или советы, может быть. То есть, там, например, проверь свои знания об устройстве компьютера. Или написать можно собери пару. Или найди подходящее устройство. и потом мы начинаем создавать пары. Здесь мы видим, что можно добавлять текст в картинку. Если есть микрофон, можно произнести в микрофон, аудио и видео форматы. Ну, начнем с текста. Нет, давайте начнем с картинки. И картинки есть возможность искать в интернете. Тогда вам надо отдельно в Google найти картинку и сюда скопировать ее адрес. Или взять из компьютера. Ну, например, я возьму из компьютера. ну, допустим, так. он показывает, что картинка загружена. И сюда напишу то слово, с которым он должен соединить. Также можно написать указание, тогда рядом с этой парой появится информационный значок. ну, допустим, я не знаю. Ну, допустим, такое произведение. Следующую пару добавит следующий элемент. И таким же образом, то есть, берем, например, картинку из интернета. Если взять картинку, тогда надо найти открыть Google, найти картинку соответствующую. Ну, найдем, например, колонки. Выберем подходящую картинку. Справа откроем в полном размере. Тогда открывается оригинальный адрес этой картинки. И вот в адресной строке копирую картинку. И добавляю ее. И вот она у нас появилась. Также сюда нажимаем. И добавим новый элемент. можно добавить видео из YouTube. Можно или искать видео, или по ссылочке. обрезать. допустим, берем поисковое слово, то, что нужно искать. ну, допустим, можно просмотреть его. Если подходит, то нажимаем использовать. Можно обрезать, тогда вы можете часть видео убрать. да, то есть указать с какой минуты по какой надо показывать. То есть в YouTube мы видео обрезать не можем, но мы можем указать, с какой минуты проиграть. Допустим, покажем, что с 30 секунды и минута 30. Один из важнейших компонентов, определяющих производитель компьютера, это процесс. Поколение чипов меняется как. Здесь мы тогда видим, что видео выбрано и с какого времени по какое. Ну, добавим также сюда картинку с изображением компьютера. И таким образом мы добавляем сколько нужно нам пар. Сейчас мы закончим уже, чтобы время не терять. И ниже добавляем следующие объекты, то есть, в принципе, если нам надо, мы можем для пар, например, добавить еще те объекты, лишние объекты, которые не будут принимать участие в сборке пары, если это надо. Но это не обязательно. И здесь тогда вы можете выбрать, как эти пары будут правильные пары, что с ними будет происходить. Можно поставить галочку, что они будут плавненько исчезать, то есть, удалять правильно составленные пары. Если галочку не поставим, тогда они будут останутся на месте, просто будут такие бледненькими. И обратная связь, которая будет появляться, когда задание будет пройдено окончательно. И также мы можем подсказки написать, то есть, если он захочет получить какую-то подсказку небольшую, тогда можно здесь это указать. На это поле не обязательно. И нажимаем установить и показать в предварительном просмотре. То есть, это то, что было у нас пояснение к упражнению. И теперь я могу раздвигать и собирать. То есть, могу проиграть, если надо. И потом собираю. То есть, я выбрал тот вариант, когда они будут исчезать. То есть, я объединяю, они исчезают. Если я объединяю, неправильно, то они не соединяются. Если этот вариант мне подходит, я ничего не хочу изменять, тогда я нажимаю сохранить приложение. Эта кнопка обязательно нужно нажать, иначе приложение не сохранится. После сохранения она автоматически попадает в папку «Мои приложения». «Мои» теперь вы можете поделиться им. Есть два варианта. То есть, вы можете поделиться вот в таком окне, как у меня сейчас. Это первая ссылка. Это будет в таком варианте, что я открою. И она откроется в таком же виде, что следующие могут посмотреть или скопировать. другой вариант, который можно использовать, это полная картинка, тогда она будет открываться уже на весь экран. И то есть, только для того, чтобы это упражнение выполнять. Здесь как раз было то пояснение, которое мы написали к «Паре». Также можно через QR-код вставить как объект в блог или на сайт. Можете сделать его личным, тогда в библиотеке оно не будет доступно в разделе «Все упражнения». Теперь после того, как вы создали упражнение, что с ним можно сделать? В разделе «Мои приложения» появилось мое устройство компьютера. здесь вы можете создавать папки и разбивать по папкам. То есть, создам новую папку «Создать категорию». Вот она у меня появилась. Сюда я могу просто перетаскивать. Подведя к любому приложению, я могу сделать или настроить, или удалить, или переместить в папку, ну и так далее. я могу сделать его могу видно, где оно скрыто, а где нет. теперь теперь это то, что касалось создания приложений. новое приложение и так же вы можете любое другое приложение создать. То, что касается инструментов, точно так же они создаются. ну, если взять любое другое приложение, например, Crossword, так же создать и здесь то же самое, то есть название, постановка задачи, это все одинаково. и потом уже в зависимости от приложения вы выбираете то, что вам надо. Но идея абсолютно одинаковая, то есть вы можете всегда давлять текст, картинку, аудио или видео. Ну и у Crossword вы просто вводите вопросы и добавляете ответы. То есть вопрос в виде текста, ответ всегда в виде текста, так как это Crossword. И добавить следующий элемент. Теперь то, что касается использования чужих приложений. Вы можете есть два варианта, как найти чужие приложения. Один вариант мы уже немножечко рассмотрели, это по типу задания, то есть если вы хотите именно Crossword создать, например, или найти пары, тогда лучше нажать новое упражнение, выбрать тип, тот, который вы хотите использовать, например, викторина. И тогда здесь вам приводятся примеры, нажимаем на многоточие, и откроются все те приложения, которые сделаны вот в этом упражнении. И тогда вы выбираете любое приложение, просматриваете его, если оно вам подходит, если оно вам подходит, тогда вы нажимаете два варианта, то есть вы можете или сохранить его сразу к себе в мои приложения, тогда запомните положить в мои приложения, тогда оно попадает в ваше приложение, но здесь сразу будет видно, что вы не автор, и вы можете им пользоваться в дальнейшем. Другой вариант это создать подобное приложение, приложение, отвечу на вопрос по поводу кто хочет стать миллионером, вместе посмотрим. Если вы взяли другое приложение, точнее вы хотите взять это приложение за основу, но изменить его, тогда нажимаете создать подобное приложение, и здесь все заполнено, то, что было, и вы просто корректируете его под себя. То есть может быть в первый раз, когда вы не совсем понимаете, как создать приложение, тогда проще взять за основу чужое и на основе его создавать. И здесь тогда видно, что уже все заполнено, можно удалить ненужные варианты, можно добавить еще ответы, некоторые к сожалению не переведены кнопки. Ну и видно, что заполнено, какие данные заполнены. Тогда вы можете внести все эти изменения и нажать установить и показать предварительном просмотре. И потом опять нажимаем обязательно сохранить. Тогда оно уже сохранится под вашим именем. А теперь давайте посмотрим по поводу кто хочет стать миллионером. был вопрос можно ли увеличить количество нет да там было так что какая сумма на столько вопросов вы создаете элементы. добавить в кабелями. Так, и второй вариант, как можно еще воспользоваться чужими упражнениями, это искать по предмету. Вы выбираете все упражнения и здесь по предмету ищете. Ну, например, информатика. И здесь уже по категориям разбитые они. И тогда выбираете то, что вам надо. То есть два варианта, да, искать по типу упражнения и по предмету. И последнее, о чем, точнее, еще последняя возможность, о которой я хотел сегодня поговорить, что касается Learning Cups, это работа с учениками. То есть один вариант, это вы можете создать упражнения и делиться ими при помощи ссылок, да, вот этих, которые у нас были, или адрес полной картинки, или адрес в интернете, или QR-код. Другой вариант, это вы можете создавать классы. Для этого есть меню, которое называется «Мои классы». И здесь идет таким образом, что дети должны быть тоже зарегистрированы. И когда вы создаете класс, ну вот, создадим сейчас с вами класс. То есть ввожу класс, нажимаю «Создать класс». Вот он у меня появился. И здесь у меня есть четыре меню. Первый идет «Аккаунты учеников». Здесь мы работаем с аккаунтами. То есть я могу здесь создать сам аккаунты, вручную вводить данные каждого. Могу импортировать. Если у вас где-то есть таблица с именами, вы можете импорт и сюда скопировать в столбик все имена, например, из Excel-таблицы. И он автоматически даст ему логины и пароли сам. То есть ведет имя, фамилия, логины и пароли он сам добавит. Но напоминаю, да, что Learning Apps поддерживает Кириллицу тоже. Если у вас будут имена, фамилии на русском, он автоматически логин сделает тоже на русском. То есть он генерирует их из имени и фамилии. Поэтому советую здесь взять все-таки эстонский вариант. Это один вариант. Другой вариант, это вы можете пригласить учеников. Тогда им надо будет зарегистрироваться в Learning Apps и потом пройти по той ссылке, которую вы сейчас видите. Для каждого класса будет отдельная ссылка. Вы ее отсылаете, они заходят, подтверждают свое решение, что они хотят попасть в класс, и тогда они попадают в класс. Когда они попали в класс, тогда... Ну вот возьмем мне аккаунт учеников. Вот такой список будет у нас, да? Тогда я могу для каждого ученика, то есть имена, фамилии менять я не могу, но я могу менять пароли. Пароли я могу восстанавливать. И там, где у меня пустая клетка, значит я не восстанавливал пароль. Там, где я уже восстанавливал пароль, тогда высветится тот пароль, который я сам создал. То есть так у них это сделано. Следующая идет статистика и папка класса. То есть в статистике вы видите те... Так вот. В статистике вы увидите те упражнения, которые ученики прошли. То есть тут не видно, как долго он делал, да? Но вы видите, прошел он их или нет. То есть это, например, вы можете использовать для... ну для самопроверки, да? Что дать им задание дома, они должны проверить. Здесь вы можете убедиться в том, что сделали это или нет. Так же здесь видно два как бы раздела. Да, первый раздел это те приложения, которые они должны пройти, то есть которые вы им предлагаете. И второй, которые они сами создавали. И тогда вы видите, сколько приложений создали, а не сколько они прошли. А руководить вот теми приложениями, которые они должны видеть, делать доступ, это у нас папка класса. То есть для каждого класса есть папка. И здесь вы выбираете те приложения, которые им доступны. То есть здесь два варианта у вас есть. Приложения, созданные учениками. Вы видите все приложения, которые они создавали в этом классе. И приложения, которые они видят, которые они, допустим, должны проходить. Здесь два варианта есть. То есть, как их сюда добавить. Один вариант, если вы хотите в приложение учеников, то подводите. Здесь есть у нас стрелочка вверх, то есть, опубликовать приложение в классе. Нажал, оно появилось в классе. Другой вариант, это когда вы находитесь в папке «Мои приложения». Допустим, вот «Русский романс». Я хочу добавить его в папку. Тогда, точнее, хочу добавить его в класс. То есть, тогда я их перетаскиваю. Открываем «Пятый С». Теперь это приложение доступно для «Пятого С». То есть, таким образом вы можете использовать Learning Apps вместе с учениками. То есть, контролируя, как они выполняют задания. И последнее, о чем я хотел сегодня вам поговорить, это просто показать некоторые приложения, которые создавали наши учителя. И здесь есть, ну вот, мне понравилось приложение. Это не наши учителя, это я нашел. По поводу, как выбрать на картинке, да, то есть, вот, картинка с изображением Лондона. И здесь тогда подвожу. И выбираю подходящий вариант. Вот он, да, и там и так далее. Ну, гад. И потом вижу, где правильно, где неправильно. Очень много у нас в приложении делают учителя языков, да, английского и эстонского языка. Ну вот. Пары можно играть. Здесь вот как раз пример того, что можно тексты с картинками совмещать. Пары. Пары. Это пример викторины. И таким образом вы можете сами собирать коллекции, так как, я думаю, вы потом посмотрите, коллекции огромное количество. Ну вот, например, было задание у меня безопасности в интернете тоже, да, то есть, надо сюда выбрать, добавить пропущенные символы. То есть, пользуйтесь Learning Caps. Удобный ресурс, возможности огромное количество. Если вы хотите поделиться, ну, то есть, поделиться своей коллекцией, да, тогда всегда в моих приложениях вы можете увидеть ссылку. И тогда вы можете пройти по этой ссылке, и тогда вы получите доступ ко всем приложениям этого пользователя, ко всем открытым приложениям, которое наставило открытым. То есть, таким образом вы можете, в принципе, перейти на любое приложение этого пользователя, да, то есть, понравилось его приложение, найдите его и сохраняйте к себе в мое приложение. То есть, пользуйтесь, и на самом деле, ну, это мое мнение, да, что Learning Caps это какой-то такой отличный ресурс. Для меня это до сих пор удивительно, что он еще не платный, потому что, в принципе, используя Learning Caps, вы уже сразу можете создавать абсолютно разные приложения и делиться ими. Если есть вопросы, то можете задавать. Также следите и в дальнейшем за вебинарами. А вот, даже с телефона было. Спасибо. Следите за вебинарами, и также вы можете по сайту... Сейчас я наберу его. По этому адресу вы всегда можете в архиве посмотреть все вебинары. То есть, если вы пропустили, то на самом деле ничего страшного не произошло в будущем. Да, тогда вы можете сейчас тоже туда пройти, посмотреть, там уже есть... На русском языке стали теперь тоже появляться вебинары, и тоже можете принимать участие и сами проводить вебинары. Вам тоже всем спасибо большое за участие, за то, что нашли время и выслушали. Спасибо.